пожар на улице Норильской. Причина опять поджог тополиного пуха. На связи со студией Александр Матрёнин. Александр, здравствуй еще раз. Насколько сильный пожар был на улице Норильской? Есть ли пострадавшие? Павел, здравствуй еще раз. Мы находимся в Новолинин, на улице Норильская. Здесь рядом с домом номер 19. Тут частные дома, двухэтажные бараки. Здесь не так давно, буквально полтора-два часа назад, начался пожар. Вероятная причина, как ты правильно заметил, это поджог пуха. Вот сейчас вы можете видеть, что пожарная разбирает сгоревшие конструкции. Здесь полностью уничтожено несколько кладовок и несколько гаражей. Вот на территории вот этой частной усадьбы, где мы сейчас находимся, сгорели четыре автомобиля. Три легковых автомобиля и в гараже сгорел микроавтобус. Была угроза перехода пожара на ближестоящие деревянные здания, но пожарные отстояли периметр. Для этого им пришлось бесперебойно подавать воду, подключаться к пожарным гидрантам. Никто не пострадал, ущерб очень большой. И о том, как обнаружили пожар, что происходило, я хочу спросить у хозяйки вот этой усадьбы. Карина, расскажи, пожалуйста, как обнаружили пожар? Мы сидели, получается, с папой дома, произошел хлопок резкий. Я папе сказала, выбеги на улицу, посмотри, что случилось. Он выбежал, закричал, что там пожар происходит. Ну, я выбежала тоже на улицу, возгорание происходило от забора, где находились дрова и от гаража. И возгорание перешло на машины и также гаражи. Все сгорело. Как вы считаете, от чего могло произойти вот это возгорание? Наверное, от пуха. Разные версии. Я не знаю точно, что это вообще может быть неожиданно, просто это все произошло. Ущерб большой для вас? Да. Я плакала сильно. Ну, держитесь. Всего вам доброго. И я хочу сказать, что окончательная причина возгорания должна установить пожарные дознаватели, испытательная пожарная лаборатория. Но нам остается констатировать, что ущерб унес, как сказать, большую часть имущества этой семьи. Павел, тебе слово. Я так понимаю, что все машины, Александр, принадлежали вот этой вот семье? Да, тут машины находились в разной степени исправности. Тем не менее, к ним отец Карины прикладывал руки, пытался их отремонтировать. Было вложено много сил, средств. Поэтому удар по семейному бюджету весьма еще тему. Александр, спасибо большое за информацию. Ждем тебя на студии. Другим новостям. В России количество должников по кредитам растет рекордными темпами. По итогам первого полугодия 2015 года объем кредитования составил около 10 тысяч триллионов рублей. Высокая степень задолженности россиян привела к росту количество невыездных граждан. За последние 4 месяца из-за долгов выехать за границу не смогли около 340 тысяч человек. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Самая высокая задолженность по кредитам наличными и составляет 30%. По автокредитам и ипотеке под 20%. Неплатежи по кредитным картам составили 17%. Кредиты на товары, оформляемые в магазинах, или так называемые пост-кредиты, 13%. А тем временем евро и доллар по отношению к рублю на открытии торгов на московской бирже снова укрепляются. Курс доллара вырос на 0,3 копейки. Евро при этом прибавил 9,3 копейки и достиг 61 рубля 75 копеек. Большой мировой успех музыкантов из Бурятии и Монголии. Пианист Дмитрий Маслеев и солист Бурятского театра оперы и балета, уроженец Монголии Ганбаатар Арен Буатар, стали победителями международного конкурса имени Чайковского. Оба исполнителя получили золотые медали и премии в размере 30 тысяч долларов. Лучшим в категории виолончель был назван румынский музыкант Андрей Ионица. Лучшей сольной певицей была признана Юлия Маточкина из России. Первая премия в категории «Скрипка» присуждена не была. На конкурсе также будет определен и обладатель Грам-при, и премии в размере 100 тысяч долларов. Она присуждается одному из обладателей первых премий по любой специальности. Международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского проводится с периодичностью раз в 4 года. Его главная цель – выявление молодых, талантливых музыкантов. Если вы хотите стать нашим мобильным репортером, присылайте свое видео на нашу электронную почту или звоните по телефону 33 13 28. Мы на этом сегодня прощаемся с вами. Более подробно с информацией, с итоговой информацией информационной картины дня вы можете познакомиться в итоговых выпусках новостей в 18 часов и в 20.00. Мы увидимся с вами завтра в 11 часов. До свидания.